Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость нашего сегодняшнего Разворота, главный тренер команды Латвии по скелетону, отец знаменитых скелетонистов Мартина и Томаса Дукурсов, а также директор санно-бобслейной трассы в Сигулде, Дайнис Дукурс. Здравствуйте, Дайнис. Добрый день. Да, мы поговорим и обсудим разные темы, но прежде всего, конечно, самая главная новость последних недель, это Олимпийские игры 2026 года, которые отправляются в Италию, а надеялись мы, что они отправятся частично и к нам, вот, собственно, в Сигулду. Состоялось голосование, и члены МОК все-таки проголосовали за Милан и картина Дампреццо против Швеции и совместной заявки Швеции и Сигулды. И в случае победы именно санно-бобслейные соревнования могли пройти в Сигулде, и, кроме того, уже точно Сигулда тогда бы получила долгожданный ремонт. Ну вот, прошла пора недель, эмоции уже, наверное, первые спали, вы, наверное, какой-то внутренний анализ произвели, все-таки какие у вас мысли по поводу того, что все-таки не будет Олимпиады в Сигулде? Эмоции спали очень-очень быстро на следующий день, и я не участвовал в Лозанне, когда голосовали, я был дома, следил, но я больше был уверен, что шведская сторона выглядит сильнее, чем итальянская заявка на проведение Олимпийских игр. Может быть, потому что я хорошо знаю, в каком состоянии в обслейной санной трассе в Сигулде и в каком состоянии в квартире Дампетсе я бывал в обык местах, и я был довольно уверен, потому что ту работу, которую мы проделали здесь, в Латвии, вместе с Олимпийским комитетом, вместе с Кабинетом министров, вместе с Министерством образования, мы сделали все на 100%. И потому немножко был удивлен, но в последнее время я не очень в высоких мнениях о движении, олимпийском движении, особенно когда стал международный Олимпийский комитет руководит господин Бах, мне кажется, что что-то там пошло не в то направление. А что конкретно, по какой части вы имеете в виду? Я думаю, что эта система, которая была, это голосование, когда голосуют люди, которые некоторые снег не видели, некоторые, как потом сказал Петер Форсберг, во время его выступления четыре человека спали, это, ну, кажется, что-то неправильно. В моем понятии должно было быть какой-то оценочный лист, может быть, несколько листов, где по пунктам пройтись, и профессионалы бы приезжали на месте, осматривали все спортивные сооружения, слушали, участвовали, например, в тех переговорах с правительством, потому что правительство каждой страны должно дать гарантии насчет безопасности, эмиграции, режима границ и так далее. И потом опять команда профессионалов, которая в Олимпийском комитете работает в этом направлении, по теме по отбору кандидатов в проведении, и потом, которая должна определить, кто же лучший, кто выиграл. И, ну, после этих мероприятий что-то поменялось, что-то будет по-другому. – А до, простите, до этого, вот там Томас Бах, и до этого ведь хозяев Олимпиад выбирали, в принципе, таким же образом. – Да, но… – Эта система, она уже не новая. – Она не новая, но это неприлично спать, потому что человеку, который должен голосовать, если четыре в этом времени крепко заснувшие, тогда это неприлично. И, наверное, сами поняли, и, наверное, некоторые сейчас громко сказали после всего этого, и сразу сделали какие-то выводы, на следующей неделе уже немножко решили о том, что порядок будет иным. Но, я думаю, и где-то шведская сторона тоже, наверное, что-то не сделал до конца. там были гарантии, которые не полностью были выражены. Но я удовлетворен тем, что наша сторона, наша маленькая Латвия смогла все домашние задачи сделать стопроцентно, в то же время, когда менялось правительство, менялись политические силы. Но все равно и то правительство, которое ушло, и теперешнее правительство было в одних мнениях, что мы должны участвовать в этом беде. И это радует, что разные политические силы могли думать в одном направлении. Но, получается, вот если нет вот этого экспертной такой объективной оценки, как вы говорите, все сводится к тому, как вот эти делегаты реагируют на вот какие-то видеопрезентации, к чему сводится их оценка, собственно? Да, презентации, и я думаю, что презентация, я видел презентацию, одну презентацию шведской стороны, она была очень интересная, и мне она понравилась, так как я не был там, я не могу комментировать, но зная темперамент итальянцев и темперамент скандинавов, наверное, есть какая-то разница. То есть, итальянцы взяли каким-то своим шармом? Я думаю, что не взяли, и, наверное, есть и варианты, когда надо разговаривать не только с каким-то официальной презентацией или какими-то документами, но разговаривать с теми людьми, которые будут голосовать. И я думаю, что итальянская сторона, наверное, поговорила, и их интересовал такой результат, и они были более удачные. Но семь голосов это немного, если семь голосов было в другую сторону, наверное, нам приходилось работать гораздо сильнее, чтобы организовать Олимпийские игры в 26-м году. Ну, у вас многие среди подводных камней, когда потом уже это все разбиралось, говорили о том, что в Швеции главным проблемным моментом было то, что у них не было поддержки городской власти, из-за этого вот этот вот Стокгольм-Ора, там все это получилось, что это сыграло большую роль, потому что МОК не хотел идти на такой вот, ну, что ли, риск, когда нет достаточной поддержки вот этой вот заявки. И, кроме того, еще говорилось о том, что даже социологические опросы показали, что там едва ли большинство поддерживает это проведение. Я думаю, в будущем Олимпийские игры будут организовать такие страны большие, как Китай, Россия. И, видите, норвежцев это не интересует, швейцарцев это не интересует, да, потому что, ну, что-то этот масштаб становится больше и больше, и демократия говорит, и те, которые должны принимать эти соревнования, они больше хотят спокойствия и чтобы все было как по-прежнему, да. И так же было в Калгаре, который был тоже кандидатом на 26-е зимние, в 26-м году. Там тоже голосование, ну, буквально там 1-2 процента, и когда голосовали в городе, тоже было там нескольких голосов. А вот как так, мне просто интересно, вот как вы оцениваете вот этот вот момент, что жители голосуют против, то есть это показывает какой-то, ну, степень развития общества. В Калгаре проголосовали против Швеции так вот, то есть, ну, почему люди сознательно отказываются от такого, ну, с репутационной точки зрения очень позитивного мероприятия? Ну, бывают в Швейцарии и в этих странах, где уже очень старая демократия, и там, там, каждому инструменту, чем работали в огороде, есть свое место уже сто лет, и они не хотят ничего нового, им ничего не надо. И, например, если речь о той же Швейцарии и Сан-Морице, я думаю, что им ничего не надо, у них хорошо так, как сейчас есть. Мы хотели, как страна, у которой независимость не столь долгая, хотели показать, что мы тоже можем, и нам это интересно, но те страны, я уже чувствую, что очень многие... Устали от Олимпиад? Наверное, потому что есть хорошие предметы, например, Лиле Хаммер, они 25 лет после Олимпийских игр, которые были у Лиле Хаммера, они заработанные деньги вкладывали в развитие спортбаз, тех, которые работали на Олимпийские игры. Также было и Калгари, тоже был создан фонд, но есть и плохие примеры, например, одна из последних игр Рио, Бразилия. Это летние особенно, футбольные стадионы, вот это все. И это разнообразие видов спорта, они уже уходят за пределы таких традициональных, которые знакомы в стране организаторы. И я хочу отметить еще один плохой пример, это Италия, Турин в 2006 году. Да, скандали во многом Олимпиаде. Да, и я думаю, что при этом голосование это тоже могло быть учтено, и заданный вопрос, ребята, ну у вас не очень хорошо было, и что сейчас с вашей трассой в Турине, в Цезане, что с трамплином, что с биатлонным стадионом. Почему все это у вас прошло, сколько прошло, 13 лет, и у вас все стоит там, мертвое, да. А вы вот упомянули, что вам знакома трасса, которая теперь уже будет трассой победителем, да, это получается в картине Дампрессо, и что она уступает Сигултской трассе даже без учета необходимой реконструкции. То есть действительно так? В данном моменте, да, нам тоже требовалось реконструкции, но та трасса стоит, по-моему, уже больше 10 лет. Там никаких этапов, ничего не проводится? Нет, ничего не проводится, там она брошена, а у нас в этом сезоне, в следующем сезоне два Кубка мира, чемпионат Европы, Кубок Европы, но у нас мы в обороте и в Филовском Международной Федерации по садням, и Айбсф Федерации Борисовской. На четверке там могут выступать? Где? В Италии. Ну, сейчас не могут, там, просто она, ну, не работающая. Ага, заброшена. Да, заброшена, вы правильно сказали, заброшена, как машину забросить где-то около леса на… Ну, Мук понимает, на что он идет? Нет, Мук понимает, да, потому вот, я говорю, что это, эти три вида спорта, нашей стороне, мы были гораздо выше, и наш уровень был выше, но голосование было совсем другое. Ну, вот после итогов голосования стали звучать, как это обычно бывает, оптимистичные, пессимистичные голоса. Одни говорят, что, ну, не получилось, пройдет еще четыре года, дальше тридцатый год. Вы, я так понимаю, больше к лагерю пессимистов относитесь? Вы уже сказали, что это вот шанс на сто лет. Ну, и многие показатели действительно указывают на то, что сложно будет, потому что, во-первых, редко, когда дают европейским странам проводить там две или больше Олимпиад подряд. Кроме того, неизвестно, к кому мы теперь сможем примкнуть, станет ли Швеция уже девятый раз претендовать на эту Олимпиаду, несчастная Швеция. Вот, как вы все-таки думаете? Насчет, кто нас пригласит, сейчас надо ждать, кто же посмотрит на нас, потому что мы одни никак это не можем сделать и, наверное, не сделаем. И потому я говорил, что это сто лет может прийти такое предложение. Но вот очень-очень вы заметили, что восемь раз шведы промахнулись, да, и это... Невероятно. Это невероятно, это невероятно, да. И они не так слабы в зимних видах спорта, и они... Их можно заметить и в горных лыжах, в биатлоне, в хоккее, у них традиции и так далее. Но как они могли в восемь раз промокнуться, трудно объяснить. Да, вот начинаешь верить все и заговоры какие-то. Да, и учитывая то, что голосование в Стокгольме и политическая обстановка сейчас была такая, что не могли дать гарантии от города, и все так на рубеже 50 на 50. У меня небольшой оптимист, что они еще раз захотят в девятый раз попробовать, да. Но есть, я так понимаю, Финляндия еще называлась, вот Норвегия, может быть, созреют, да, они? Созреют. Ну, у Норвегии у самих есть трассы, но если финны, тогда они тоже могут посмотреть на нас. И я думаю, что вот эта аженда 2020, которая говорила уже перед этим голосованием, говорила, что надо использовать спортивные базы работающие, если надо там какие-то реконструкционные работы делать, чтобы снизить расходы на строительство этих баз. И, в принципе, шведская сторона все это соблюдала и старалась попасть в эти рамки. Но что будет дальше? И я еще хотел сказать хороший пример то, что, например, по-моему, чемпионат Европы по футболу был в разных странах. Сейчас баскетбол, чемпионат Европы по баскетболу, Латвия и Сербия, да. И это хорошее, по-моему, не только немножко, но делит бюджет на двух ответственных. Это одно. И второе, наверное, если, как, например, в баскетболе зритель, который команды играют ближе, месту проведения больше, мы можем увидеть зрителей. Да, если бы играли все команды в Сербии, наверное, не столь много было латышей в Сербии и также те, которые нам страны поближе находятся. Но в Латвии, опять же, хоккей будет с Белоруссиями. Да, тоже хороший пример. Тоже, я думаю, что в этом есть какое-то будущее. И если будет какое-то предложение Латвии, Латвия прошла хорошую такую, выполнила хорошую домашнюю работу и в уровне правительств, в уровне Олимпийского комитета и всех, которые готовились сейчас, уже более знающие и уже какой-то опыт, как подготовиться к беду голосованию. Сейчас небольшой перерыв, пару минут и мы вернемся. Дайнис Дукрус у нас сегодня в гостях. Звоните, я видел, что был звонок. Перезвоните в следующей части. Продолжаем. Дайнис Дукрус у нас сегодня в гостях. Тренер, отец скелетонистов Мартина и Томаса Дукрусов. Мы говорим по Олимпиаде. Вот сейчас еще, наверное, пару минут об этом поговорим. Один из тоже таких вопросов, который встал после того, как стало известно, что Сигулда не примет часть Олимпиады, это будущая трасса, которая вот уже больше, чем 30 лет, она нуждается в реконструкции. Насколько я понимаю, без Олимпиады она нуждается просто так в реконструкции. Ну вот что сейчас? То есть, наверное, уже с уверенностью можно сказать, что если она и будет, то уже реконструкция, если и будет, то она не будет такой стремительной, как была бы, если бы Олимпиада все-таки досталась. Да, наверное, по темпу реконструкции будет отличие и также по масштабам, потому что мы сейчас готовы проводить Кубки мира и чемпионат Европы, например, в следующем году, потому что вся инфраструктура готова для этого. Одна проблема, самая большая, это последние четверки, которые сейчас не могут, мы не можем проводить соревнования для четверок, но для остальных видов, для санноуспорта, для скелетона и бобслей, двоих женщин и мужчин, мы готовы и работаем. То есть, главная загвоздка в четверках. В остальном все, в принципе, ну, Олимпийскую деревню мы, понятно, про нее забываем, потому что она больше не нужна? Ну, вот не забываем, потому что Дума все равно сделает покупку этой земли, которая была бы под Олимпийской деревней, потому что Сигулдов город, который растет, и нету жилищного фонда, нету просто, нельзя купить, нельзя арендовать, и те, кто строит, например, Бума сейчас строит дом, но этот дом уже выкуплен, да, и Сигулдский дом пойдет дальше. Что касается трассы, наверное, не будет там комментастров и кабин, парк для техники и так далее. Но сейчас мы уже работаем, и думая о следующих Кубках мира, уже работаем и с немецкой компанией, которая делала проект в 1986 году, которая делает проект реконструкции, и разговариваем, и работаем вместе, чтобы был готов проект реконструкции. Я понимаю, что эскизы уже даже есть. Эскизы есть, и сейчас уже есть замеры, сейчас должны делать такой, ну, это как, трудно перевести, формат 3D, мы должны делать размеры, макет такой, да, 3D, и тех виражей, которые остаются, где не будет никаких изменений, будет изменение в 15-м, 16-м, 11-м, 12-м виражах, и вынимается один вираж, а пятый вираж вынимается, и там образуется прямая. И сейчас мы уже, у нас есть план, как это делать, чтобы поэтапно, чтобы трасса не остановилась, чтобы работающая была. Так что мы работаем, продолжаем работать. А действительно, вот кажется, вы рассказывали об этом тоже, что и сейчас упомянули, в 1986 году инспектировать, насколько я понимаю, трассу приезжали немцы, и сейчас приезжали вот буквально те же представители той же организации, и они даже привезли какие-то свои там вот эти вот 30-летней давности, какие-то схемы и эскизы этой трассы. Действительно так? Ну, не так, но мы начали разговаривать с той компанией, она работающая, инженер бюро Гургал и плюс партнеры, и они делали проект той трассы, которая стоит сейчас в Сигулде. И мы начали с ними разговор, конечно, у них все... То есть уже в советское время было сотрудничество с немецкой? Да, с этой компанией, она из Лепцига, но сейчас она в Германии, она работает в том же бизнесе, они делают чертежи трасс, но нет двух последних. Они не делали в Корее, не делают сейчас в Китае, но в этом бизнесе она и работает. И оказалось, что, ну, если прилечь кого-то из стороны, ему бы начало все начинать с нуля. Они согласились, они бросились эту работу, и у них все данные, все чертежи, все остались с тех времен, и у них знаком свой почерк, как они тогда проектировали, ну, и потому мы выбрали работать с теми, кто знает уже свою первую работу. Да, и, кстати, когда мы вот, говоря о прошлом и о том, что жители голосовали против, насколько я понимаю, ну, это уже не зимняя Олимпиада, летняя, в 80-м году ведь тоже была вероятность, что в Риге пройдет часть, но тогда вот на тот момент рижская или латвийская, вот эта советская власть, они решили, что это невыгодно, да, получается, для латвийская? Да, они эстонцы были, хотя они живут немножко севернее, и мы считаем, что они не столь быстрее, как мы, но они оказались быстрее, они построили перед этот центр по парусному спорту, я думаю, что они были выигрыши, и тогда, наверное, из бюджета Советского Союза, наверное, какие-то инвестиции пошли в Эстонию, чтобы строить, и я думаю, это можно считать только плюсом, не минусом. То есть у них проводились? У них проводились, да, парусный спорт проводился в Таллине, и предложение было Риге, тоже рассматривалось. Именно парусный спорт? Да, парусный спорт, и только парусный спорт, потому что все остальное обеспечивала Москва. Но тогда посчитали просто это вот чисто экономически? Я не знаю, экономически, политически, кто там, опять какие-то, как сказать, подковерные игры, которые не видны. Также в САС, наверное, есть сейчас, что мы полностью не знаем, почему итальянцы оказались сильнее, но часть из этих причин мы знаем. Но вот если говорить о государственной, собственно, поддержке, и государственном отношении к спорту, ну вот если в контексте Олимпиады вы очень положительно отозвались, сказали, что и то правительство, и это, очень пошли навстречу. В принципе, от спортсменов, вот даже тех, кто приходит к нам в эту студию, главы федерации, баскетбол или это, или другие виды спорта, как правило, это либо аккуратное, либо не очень такое отношение к тому, как с государством все это происходит. Тут все-таки, если шире брать, не только Олимпиаду, что можешь сказать? У нас Министерство образования отвечает за спорт. Часто приходится слышать, что этому министерству, в принципе, не до спорта, по понятным причинам. Как вам кажется? Да и нет. Я бы не сказал, что все так плохо. Если у нас система, которая работала до того, когда поменяли, в принципе, спонсирование, я думал, что работала система, и иногда бывает так, что если не уверен, что, и не всегда не можешь быть уверен, что что-то новое может быть лучше тому, что ты уже работаешь, и там 10 раз надо отмерить и потом только резать, или если новый колодец не выкопал, не надо плевать в старый колодец, и может быть новый... Это вы к тому, что... Я к тому, что самое плохое, по-моему, что случилось, это случилось, это правило пожертвования... Пожертвования, налоговая реформа, да? Налоговая реформа, она нас откинула немножко обратно. Мы, конечно, можем желать, чтобы поток денег был побольше, но нам тоже, мы тоже, те, которые работают в спорте, мы тоже должны быть более ответственны. Хорошо, мы получили определенную сумму денег, но это значит, что мы должны что-то вернуть качественное. Я думаю, как спортсмены более чем возвращаете. Ну, мне не стыдно за то, что мы сделали, но часть из тех, которые очень много говорят, и о ней результата-то нет. Есть у нас где-то около сотни, девяносто с чем-то, могу ошибиться, признанных федераций национальных. И очень трудно, наверное, всем найти, дать столько денег, чтобы все уровни выступали. Во-первых, уже у нас чувствуется, что нет материала, с кем работать. Нет детей, нет молодежи, потому что сейчас другие интересы и уровень физической культуры или просто урока, спортивного урока в школе, он очень упал. И мы чувствуем, потому что мы не можем найти талантов, если находим, то этого таланта мы разрываем в три стороны. Он хорош в лёгкой атлетике или в том виде спорта, или нам он интересен в нашем виде спорта. И, по-моему, не хватает, чтобы все девяносто восемь или сто федераций могли полностью работать. И, наверное, мы должны немножко сейчас начинать говорить о приоритетах. Я не говорю о своём виде спорта. Нет, но я вот хотел сказать, извините, вы говорите, сто федераций. Да, безусловно, но в любой стране есть количество федераций, есть те виды спорта, которые как бы топ в стране. То есть вот у нас саннобобслейные виды, это топовые, там, хоккей, баскетбол. Это те федерации, которые их видно, которые достигают определённых успехов. Я в первую очередь о них говорю. Понятно, что Латвия не может быть во всех видах спорта успешной. Но мы хотим быть во всех видах спорта. И потому есть много федераций. Те же, я думаю... То есть вы думаете, федерации нужно просто подсократить? Нет, они пускай работают, но должны быть приоритеты, которые получают деньги, у которых первая рука получит деньги из бюджета. Но в то же время должен быть и какой-то обратный... Но в вашем случае обратный есть. Да, у нас есть, но я вижу, из тех, кто очень громко говорит, я из полкома Олимпийского комитета, и я думаю, что неправильно, что какое-то финансирование получают те федерации, которые, начиная с 91-го до сегодняшнего года, не отвезли на Олимпийские игры ни одного спортсмена. Пример можете привести? Там есть федерации, я думаю, эффектования. Я так, я сидя там за стол, поднимал этот вопрос в исполкоме, но я думаю, в федерации эффектования никогда никого там еще есть. Если полистать, найдем. Должны спросить ребята, ну а как вы работаете, если вы члены там Международной Федерации, вы получаете финансирование из Олимпийского комитета, но в течение этого времени ни одного спортсмена. И тогда, когда мы возвращаемся с Олимпийских игр, очень мало находится смелых людей, которые самокритично сказали, да, у меня, ну все было, как у нас, у нас все было, чтобы бороться за медаль в Корее, но мы сами это не сделали, у нас все было. Если бы дали три раза больше, не знаю, наверное, тоже. Один заезд, одна ошибка, все поставило на те места, какие мы остались, да. И все было, но мы не сделали своего, ни на кого. Только мы можем винить себя тренеру, спортсмен может винить себя. Но некоторые приезжают, он ничего там толком не сделал, но говорит очень много, чтобы если ему не было то-то, то это не так, ну, совпустимо с количеством денег. И отношения, и работа, и талант, и все это надо смотреть комплексно. Да, вы уже вот сказали, что как бы новое поколение не особенно тянется, и вот был в апреле, я так понимаю, этот отбор, и всего 9 человек, да, на скелетах пришло? Ну, 9 человек, ну, сейчас мы работаем, там, ну, один мальчик, который нас интересует, бывший лекарный атлет, ну, он и девочка, которая действительно очень хорошая, но они тоже, мы как будто из лёгкой атлетики, уже с ними работали тренера, но, наверное, есть такой уровень, когда ты можешь знать, что, ну, человек с белой кожей, спринт в Олимпийских играх, я думаю, Борзов был последний, кто мог что-то сделать, а потом, ладно, там был француз один, ну, бывает, итальянец, Менео. А потом Усейн Болт. И потом вот приходят ребята, которые, ну, у них дано так же, как, я думаю, нам готовиться и быть хорошими стайерами, и вот тоже будет трудно бороться с кенийцами и спортсменами из Эфиопии. Я просто к чему, к тому, что вот, то есть эпоха дукурсов, она там, хочешь не хочешь, в какой-то момент нужны будут те, кто придёт на их место, вот есть ли, сейчас, я так понимаю, нет, да, таких прецедентов. Нет, ну, нет, пустоты, пустоты нет, есть серебряный призёр Юниорского чемпионата мира, это Крис Цз, Нэтлаус, на него мы ставим, и ещё юношеским Олимпийским играм Элвис Вейнберг сготовим, ну, вот и сейчас вот два молодых, но опять это ещё такое гадание, потому что они лёд не видели, не видели, они хороши в стадионе, но что начнётся, когда мы вложим на скелетон, и они начнут первый спуск по трассе. Да, если говорить про прошедший сезон, тоже пару слов буквально, но вот у Мартина сезон получился такой, как все говорят, очень противоречивый, то есть были какие-то вот спуски и, наоборот, подъёмы, чемпионат Европы, чемпионат мира, это триумф, но в то же время и сам Мартин отмечал, и вы говорили, что очень много было экспериментаторства такого, и даже с санями в том числе, то есть какой-то поиск происходил. Это действительно так? И вот завершился этот поиск, вы уже вот на следующий сезон точно не будете экспериментировать? Знаете, мы уже в этом спорте так, ну, очень серьёзно, хорошем уровне около 10 лет, и очень трудно выигрывать каждый этап Кубка мира. И мы поняли, что мы не будем к этому стремиться, мы будем использовать этапы Кубка мира, как проверять коньки, скелетоны, там мы пропустили через Кубку мира, там десятки комплектов коньков, подготовка коньков, скелетонов, три скелетона Мартинс. Мы ставили акцент на чемпионат мира и чемпионат Европы. Мартинс оба выиграл, Томас стал пятым и четвёртым. Томас перед последним заездом был в медалях, одна ошибка и вылетел. Акценты правильно поставили и, в принципе, реализовали. Да, то есть это была осознанная такая тактика. Это осознанно, да, и в следующем сезоне тоже. Не будем упираться, это, знаете, это берёт столько энергии и столько сил, и если они были в возрасте, там, 18-25 лет, это бы работало. Но сейчас и травмы есть, и здоровье и так далее. Сейчас надо так точечно выбирать соревнования, готовиться, прикатать трассу, технику, и тогда будет результат. Ну, вот Мартин, я так понимаю, с большими такими, как сказать, с мотивацией смотрит на Олимпиаду 2022 года всё-таки. Да. Уже как бы начался вот этот взгляд на эти соревнования? Ну, у него начался, да, я чувствую, что начался, и я опять строю ему сейчас один новый скелетон с новыми идеями, материалами интересными уже другого уровня. Но это не значит, что он будет там на десятку быстрее. Мы должны пройти очень длинную дорогу, чтобы понять эти маленькие нюансы. И все остальные тоже движутся вперёд, никто не стоит на месте. Да, он такой, что он, я чувствую, что он смотрит на этот цикл четырёх лет. Томас готовится от года к году без, ну, такого олимпийского цикла. Ну, и состояние здоровья, колен и других суставов покажет, как мы выглядим на фоне молодых. Ну, было приятно выигрывать, обыграть олимпийского чемпиона. И я видел по их лицам, что они были сильно удивлены. Корейцы? Корейцы, да, корейцы. И Тречуковы, и Трегубовы, и немцев. Ну, они сильны, да, и местных канадцев. Но мы шли к этому, и мы очень хорошо поработали. И я видел, что... И, может быть, так есть правильно, немножко дать другим думать, что они очень хороши и сильны, и как мы, и потом... То есть, опустить пыль в глаза называется. Да. Тренирует, насколько я понимаю, братьев теперь австриец Матис Гугенбергер. Вот почему такая случилась, так рокировка? Получилось так, что он был тот человек, который нашел Томасу, хирурга Винсбрука, который оперировал Томасу колено. У них была операция примерно одно время, Томас очень хорошо восстановился, проблема была одной же. И они очень сильно подружились, и очень такая хорошая химия получилась. И Маттиас дружит с клетянистой чемпионом Европы этого года Жанин Флок из Австрии. И сейчас я пригласил его работать как тренера по трассе и человека, который живет в Европе, потому что очень много интересных технологий по обработке металла и так далее. Она висит где-то в воздухе, и надо знать, как и что, откуда взять и использовать. И вот он у этих двух направлений будет работать с нами. И то, что... ну и он как личность очень-очень сильная, и который объехал, выступал во всех трассах. И я с ним поработал в прошлом сезоне, и ведя тот контакт, который между нашей командой и Маттиасом, и сейчас Жанин тоже приезжает, уже два сбора было в Сигулде, мы такая... образуется очень сильная команда в моем понятии. При этом Марк Мизенцев, насколько я понимаю, он теперь с британцами работает? Да, он работает с британцами, это тоже неплохой вариант, потому что мы прекратили работу с ним, но он нашел хорошую работу, мы рады за него. Вы не боитесь, что он расскажет секреты, может быть, латвийского скелетона британца? Нет, и он, наверное, не скажет нам британские секреты, потому что, наверное, контракт это предполагает, и мы не расстались как враги. Я рад, что и второй мой бывший воспитанник, и тренер, который работал, Иво Пакланс работает швейцарцами, да, это значит хорошая школа, и... но мы что-то не только в спорте, ну, вы, вы, как сказать, из-за удзината... Воспитали. Воспитали два тренера. Ага. Скажите, насколько вот в 2019 году еще по-прежнему, не знаю, вот в вашей спортивной жизни, в принципе, слышатся отголоски Сочинской Олимпиады, вот все эти скандальные истории с переоценкой результатов и так далее? Это не оставило такой положительный отпечаток. Очень много осадок, и то, что я в самом первом предложении сказал о Бахе, я думаю, что он должен был быть более решительным. Но если есть организация ВАДА, которая борется против допинга, если были там все эти доклады... Сейчас в моем понятии Макларена, и, по-моему, второй был Шмидт, Макларена вообще клоуном сделали, да, ну, все то, что он там находил, искал и так далее. И, ну, если есть такое зло, допинг, тогда надо с ним бороться, там не должны быть компромиссы, да. И в моем понятии как-то Сочи потерял олимпийский дух. Он... Ты приезжаешь на ту же трассу или на Кубах мира перед Олимпийскими играми, и ты приезжаешь на Олимпийские игры, эта атмосфера очень разная. Та же трасса, тот же город, тоже те же люди, те же конкуренты, но атмосфера другая. И она особая, олимпийская атмосфера, но она в Сочи где-то, она была потеряна. И это очень плохо для международного олимпийского компетента. И то, что там было с допингом, это тоже очень плохо. Но вы с Мартином, вот, например, считаете все-таки те соревнования золотыми для себя уже сегодня? Или вы как-то считаете это? Ну, там соревнования для меня, когда я приехал, закончились так, как они закончились. Я ничего не знал. И знаете, сейчас, ну, все эмоции тогда, там, в том месте, где ты находишься. Уже когда ты приезжаешь домой, тебя встречает семья, друзья, знакомые в аэропорту. Может быть, они чуть-чуть возвращаются. Но сейчас, через пять лет, эти не эмоции. И не только эта медаль. Ну, у Мартина две серебряные медали одно время находились в помещении, где мы храним скелетон. Они на полке стояли. Все, это пройденный этап. Ты уже смотришь вперед. И, наверное, все должно происходить туда, не здесь. Спасибо большое, Дайнис. Время наше подошло к концу. Дайнис Дукурс, тренер команды «Лави по скелетону», отец Мартиной Томаса Дукурсов. Спасибо вам большое. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо.